На портал Ксгет поступил вопрос, было ли у Иуды покаяние, когда он сказал, предал кровь неповинную, пошёл и удавился? Ну, можно сказать, что да, вроде Иуда понял, что он был неправ, он предал кровь неповинную, он вроде бы признал свою ошибку, но вот признание ошибки у него было, а покаяния не было. Если бы покаяние – это возвращение к Богу. Вот если взять суть покаяния, это не просто плачь о грехах своих или признание своих ошибок, потом их оплакивание, это конец покаяния, цель покаяния, это возвращение к Богу. Вот Иуды возвращения к Богу не было. Если бы он, это было возвращение к Богу, он бы, как Пётр, который, может быть, не в такой степени предал Христа, но всё-таки отказался от Христа, хотя обещал за него мирить. Вот он вышел и тоже признал свою ошибку, тоже выше, плача горько, но он плакал, прося прощение у Бога. И потом, когда Христос воскрес, он в буквальном смысле вот сказал, что «Господи, ты весь, я люблю тебя». То есть он к Богу вернулся, он признал свой грех и Бога молил простить его. «Господи». Это любовь к Богу. Вот почему велик разбойник, распятый на кресте Одесною? Он ведь был страшным грешником, и он достойно, как он сам признал, по грехам своим принял крестную смерть. Он велик тем, что, помимо всего прочего, то, что он верил в любовь Божью, он верил, что несмотря на его грехи, Бог есть любовь, и Бог его простит, он верил в любовь, несмотря на свои страшные грехи. Это очень важно, если ты веришь в любовь, если ты веришь в Бога, то, значит, у тебя есть с Ним связь, ты готов к Нему идти, ты готов к Нему идти, а вот этого не было. Он не верил в любовь, потом пошел и совершил другой смертный грех удавился. Вот это очень такой важный момент, то, что да, вот люди говорят, ну, мы можем жить хорошо и без Бога, без веры в Бога, жить, так сказать, делая добрые дела, ну, признаюсь ошибки, может быть, исправляясь, знаете, а как человек, который не верит в Бога, узнает, где добро и где зло? Как он узнает, что только настоящая любовь без Бога? Вот субъективно, на самом деле, социалисты Германии в 30-х, 20-х, ну, 30-х, 40-х годах думали, что они делают добро, уничтожая людей миллионами. То же самое думали многие коммунисты, которые в концлагерях, тоже уничтожая людей, так сказать, в достаточно большом количестве, и даже без лагерей, там, в коллективизацию. Они тоже думали, что они строят светлое будущее, и вот, ну, что ж, ну, как это все, лес рубит щепки, летят. И многие люди, делая зло, думали, что они служат Богу. И сейчас таких людей много, таких сейчас людей много. Сейчас люди делают страшные вещи, которых страшно читать, и они уверены, что они делают добро. И почему? Потому что они любви не знают. Они знают любви, потому что не знают Бога. Бог дает знание любви за наше покаяние перед Ним. И поэтому человек, да, он всегда субъективно говорит, да, что я без Бога хорошо живу. Не субъективно, он хорошо живет. У него там три развода, у него там всякие преступления навалом, может быть. Он может пить каждый день, при этом не считая, что у него какие-то проблемы с алкоголем. Он говорит, да, я отличный человек. Ну, а то, что я там кого-то прибил, там еще что-то, еще что-то. Ну, жизнь такая сложная. Такой отличный человек, в принципе, я никому особо злота не делаю. То есть он не чувствует зла без Бога. Вот так Иуду он не почувствовал, где добро, где зло. Потому что у него не было веры в Бога, в верах во Христа. Его чечеса на него не действовали. Он не делал воскресенье измертых, но Иуда это не действовало. Причем потому, что у него не было веры во Христа, не было веры в Бога. Вот и Петра было, когда Христос сказал, когда он сказал, что кто не будет есть против Христа мою, тот в Царствие с небес не попадет. И многие ученики отошли от него, а Петр и другие апостолы не отошли. Когда Христос спросил, а почему вы в опыту, почему не уходите? Он говорит, господи, ты имеешь глаголы жизни вечную, куда мы пойдем? Вот он тоже ничего не понял. Естественно, потому что человек говорит, вот ешьте меня и будете в Царстве с небес. Человек, который не знает учения о причастии, как это воспринять? Такое провокационное утверждение. Естественно, вот некоторые так буквально восприняли и ушли. Но они-то Христа воспринимали в целом. Они же Христа знали. Они видели, что Христос – это любовь, что Он имен так был уже вечен. Они, естественно, и так рассудили. Мы что-то не понимаем. И не ушли. У них было чувства любви, чувства, которые создавали доверию ко Христу. А Люды этого не было. Не было веры во Христа. И поэтому он и пошел, удавился. А куда им обращаться? Вот все плохо. И он плохой. И Синдрион предателей, и злые люди. Он же не пошел к Синдриону, так сказать, что как-то его там пока не призывать. Он знал, что это не подействует. Он только бросил серебряньки и ушел. И он плохой. И что делать в этой ситуации? Мир плохой, я плохой. Но только удавиться. А когда ты веришь в Бога, как разбойник, который тоже знал, что мир плох, и он плохой. Но он верил в Бога, и он вошел в Царство Небесное. Поэтому вот очень важно именно верить в Бога и каяться перед Богом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!